Итоги года А вот какой это год? Каким вы бы его словом охарактеризовали? Я сказала бы, что это год был мобилизационный, потому что и предприятия мобилизировали свои усилия, посмотрели, какие производственные возможности, трудовые оценили возможности. И пришлось, конечно, переориентироваться. И точно так же и Центр поддержки экспорта переориентировал свою работу, и все подстраивались под существующие обстоятельства. То есть сложным, тяжелым вы бы не стали такие слова здесь употреблять? Я бы сказала, что необычные новые мобилизационные. То есть вот у нас Андрей Усенко в эфире как-то сказал, что это был год эволюции, что за один год многие компании выполнили пятилетку, так скажем, по развитию. То, что они собирались бы сделать год, а потом еще три года делали. Все это получилось в 2020. Не знаю, например, нашли какие-то новые направления работы, перешли на какие-то онлайн-продажи. Вот вы обо всем этом же говорите? Я бы не сказала, что перевыполнили, и производство у них сильно выросло. Это можно говорить о нескольких отраслях. Например, отрасли промышленности, да, мебельное производство. Был значительный рост и значительный спрос. Но это так же было. Сначала был большой спад, и все замерли в ожидании, что же будет. А потом, конечно, начинается подъем. Некоторые отрасли детской промышленности, производство игрушек, легкая промышленность, пиломатериалы. Да, вот некоторые отрасли мы ощущаем, что большой спрос. Новшество и эволюция, можно сказать, в том, что руководители предприятий наконец занялись тем, что стали получать международные сертификаты, стали именно искать новые рынки сбыта, немного переформатировали и свою работу, и свой взглядный экспорт. А вообще вот этот год, он как проходил? С какими проблемами столкнулись? Вот мы с вами сейчас поговорили о плюсах каких-то. А какие проблемы были? Конечно, экспортеры столкнулись с проблемами. Особенно это чувствовалось в марте-апреле, когда, конечно, никто не знал. Хотя у нас век и компьютеры, и интернет, и информация. Но такая ситуация сложилась впервые, и все замерли. Нам поступало очень много звонков. Что происходит на границах? Задавали вопросы. Есть ли очереди? Мы даже связывались с таможенными службами на границах, и нам сообщали, есть очереди, нет очередей. Там действительно изменилось что-то тоже, да? Да, действительно, некоторые были очереди, когда пропускной режим, более жесткие проверки. Многие выходили к нам на связь и говорили, что у них постоянные покупатели просто пропали и не выходят на связь. А на самом деле в странах Европы, если полный локдаун, все ушли домой, никто не отвечает на рабочую почту. До этого ведь не было необходимости, чтобы каждый знал личный телефон. И поэтому многие предприниматели были немного в панике, потому что их постоянные покупатели не выходили на связь. Но постепенно все это урегулировалось. Мы постоянно были на связи, мы работали. Была организована и горячая линия, и средств. Потихоньку все в основном проблемы были решены, и все стало на круги своя. Я так понимаю, что стало даже проще, потому что вот вы говорите, там рабочие телефоны не отвечали, мобильных они не знали, а потом, видимо, они перешли на другой формат общения, на другой формат заключения договоров, да? Ну, конечно, у нас сейчас многие переговоры проходят по WhatsApp, по Skype. Раньше, конечно, этого вообще не было, была только деловая переписка, крайне редко. Некоторые, конечно, общались со своими покупателями так, но это не было общепринятой манерой. А теперь перешли на новый формат. Да, да. Теперь немножко такие межкультурные границы стерты, и это стало в порядке вещей такое общение. А вот в плане выбора стран как-то поменялись интересы у экспортеров? Выбор площадок, может быть, какие-то сменились географические приоритеты? Нет, это никак не связано, потому что есть традиционные рынки потребления, традиционные товары, которые производят наши производители. И, конечно, есть уже определенные страны, куда предприятия из года в год поставляют свою продукцию. Да, они могут найти новые рынки, на них могут выйти новые покупатели, но это не так масштабно. А в каких отраслях вообще в Кировской области самые активные экспортеры? У нас это несколько отраслей. В первую очередь, конечно, это лесная отрасль. Во-первых, и много предпринимателей, которые занимаются лесом, деревообработкой, деревопереработкой. Они всегда к нам обращались, обращаются к нам новые с различными вопросами. Это были проблемы, которые мы помогали решать. Вопросы с контрактами, вопросы взаимодействия с новыми покупателями. Иногда нас просят проверить контрагентов, потому что выходит предприятие, которое впервые обратилось, и наши предприниматели иногда переживают об их добросовестности. А это поставки в первую очередь сырья, или мы все-таки о переработке в Кировской области говорим? В основном, конечно, о переработке мы говорим. Они, причем, всегда активно ездили на выставки, в бизнес-миссии предпринимателей из данной отрасли. Ну, их жизненная позиция всегда активна, они мобильные, учатся всегда новому, отправляют своих специалистов к нам на обучающие семинары. Вторая такая же отрасль — это индустрия детских товаров. Также у нас есть постоянные клиенты. Одежда, игрушки. Одежда, игрушки, да, различные домики, мебель детская, стенки спортивные. Но это, конечно, зависит не от отрасли, а зависит от руководителя. Но вот руководители в этой отрасли часто наши клиенты. И еще хотелось бы отметить химическую отрасль — это наши производители косметики. Очень большой охват стран, куда предприятия поставляют. Появляются новые страны, появляются новые покупатели. Например, для одного предприятия мы переводили и делали экспертизу большого экспортного контракта во Вьетнам. Мы помогаем выходить им на новые рынки. Наша продукция всегда была качественная, интересная, современная упаковка. Многие предприятия стараются получить сертификат «Космос Органик», который говорит о том, что это органическая продукция. И спрос на такую органическую продукцию всегда большой в Европе. Есть даже специальные выставки. Такая выставка будет проходить в Дубае, которая именно направлена на органическую косметику, на органические продукты, куда можно ввести, например, наших производителей семян. И предприятие, которое выращивает микрозелень из этих семян, наших производителей органической косметики, каких-то видов продуктов, питания мы можем ввести на эту выставку. Поэтому это направление тоже очень популярное, и наши производители химической продукции именно соответствуют этим. А если о самой продукции говорить? Вот поменялся ли как-то интерес у покупателей к продуктам? Может быть, что-то новое стало пользоваться спросом на рынке? Ну, это только зависело от ситуации. Конечно, в начале года, в середине года у нас был большой спрос на антисептики, на средства индивидуальной защиты. Много приходило запросов на продукты питания. Но теперь мы видим, что и запросы приходят, как и в предыдущие года. И особо никаких таких новых запросов нет. А вот те потребности в новых товарах могли кировские предприниматели закрывать? Да, конечно. Сразу же многие предприятия переформатировались, многие стали выпускать антисептики. В предприятии легкой промышленности стали шить маски и средства индивидуальной защиты. Был сформирован нами и Российским экспортным центром каталог, куда вошли кировские производители. И эта информация направлялась в зарубежные страны. Вот эти вот месяцы, марта, приедали вас как руководители центра поддержки экспорта. Они какими были? Какие внутренние ощущения? Ну, конечно, они были нелегкие, необычные. Пришлось пересмотреть и формат работы, а перейти в основном в онлайн-режим. Мы постоянно, конечно, были на связи, оказывали консультации. Ну, пришлось многому учиться. И нам, и предпринимателям. Ну, всё поменялось, в общем-то, да? Вот вы уже говорили, что пришлось перераспределить деньги. То есть вы не посещали выставки, не выезжали на бизнес-миссии, да? Эти деньги пошли куда-то на какие-то другие направления. Когда мы поняли, да, что у нас отменяются выставки, отменяются бизнес-миссии, мы смогли перераспределить финансирование на дорогие услуги, на сертификацию, электронные торговые площадки, поиски партнёров. То есть мы очень мобильно, быстро сориентировались и смогли также в таком же объёме оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. А вот если про выставки говорить, да, вы на них не ездили, и вообще вот этот формат, он за это время никак не изжил себя, не появилось каких-то новых форматов, там, онлайн-выставок, например. Вообще интерес к ним у предпринимателей, он останется? Или он может потухнуть, потому что они нашли какие-то новые пути? Конечно, выставки также претерпели изменения. Появились и онлайн-выставки, появились гибридные форматы. То есть если у предприятия есть дилер или представитель, то он может принимать участие в выставке, а наши предприниматели не поедут на неё. И, конечно, большой популярностью пользуются онлайн-выставки. Но мы также пересмотрели свою работу, стали проводить новые мероприятия. В этом году мы провели несколько новых мероприятий, таких как Частерпредом. Это совместно с правительством Кировской области были организованы мероприятия, где наши субъекты малого и среднего предпринимательства смогли задать свои вопросы, узнать о ситуации в стране и задать вопросы торговым представителям Российской Федерации в стране, с которой проходила видеоконференция. А вообще много потеряли предпринимателей, не посетив эти выставки, или это несущественное? Ну мы, конечно, упущенную выгоду не можем оценить, но интерес есть. Все с нетерпением ждут, когда откроются границы, когда мы поедем на бизнес-миссии, когда осуществляются выставки, потому что это самый эффективный инструмент, где продавец может встретиться с покупателем, производитель расскажет о своих плюсах, чем его продукция отличается от других, от конкурентов, и покупатель все это видит, и уже какие-то предварительные договоренности достигнуты. Конечно, это самое эффективное, и наши предприниматели с нетерпением ждут, когда откроются границы. В настоящее время также объявлен конкурс на финансирование индивидуальных стендов за рубежом. Предприятие может к нам обратиться, подать заявку на участие, и мы финансируем до полутора миллионов рублей на аренду выставочной площади и ее застройку. То есть это может быть любая страна, каждое конкретное предприятие знает, какая выставка наиболее популярна в его отрасли, и может подать на нее заявку на участие. Причем заявки мы будем принимать дважды в год, то есть это защищает и нас, и наших производителей. Если какая-то выставка не состоится, то в августе они смогут снова подать заявку. Но, конечно, лучше сейчас обращаться, чтобы мы могли зарезервировать конкретные объемы финансирования на конкретное предприятие. То есть это обычный формат выставочный, да, или это что-то новое? Да, да, это обычный формат выставочный, но мы принимаем заявки до марта 2022 года. Тем более это европейские выставки, американские выставки, где работа предварительная ведется за год, где бронирование площадей ведется за год, что очень сложно попасть, они пользуются большим спросом, поэтому всегда по ним ведется предварительная работа, и мы сейчас принимаем заявки на участие. Вот, например, к нам обратилось предприятие, которая занимается экспортом услуг. К нашему предпринимателю приезжают охотники из зарубежных стран. Предприятие ведёт работу, чтобы участвовать в трёх зарубежных выставках. А вообще какому числу предпринимателей в этом году вы оказали помощь? Как-то это изменилось и в связи с чем? То есть это пандемия или это рост числа услуг ваших? Тут отразилось всё. Конечно, у нас значительный рост предпринимателей, которые к нам обратились. А если сравнивать с предыдущим годом, то в прошлом году это было 241 субъект малого и среднего предпринимательства. В этом году 314 предприятий, которые к нам обращались. И для них мы оказали больше 700 услуг. То есть это говорит о большом объёме работ. Конечно, услуги стали немножко другие. Очень много было образовательных мероприятий. Мы большое внимание уделяли семинарам. Предприниматели могли принимать участие как лично, так и онлайн. Особенно это касается удалённых районов, потому что многие хотят принять участие, но не у всех получается. А теперь мы были вынуждены пересмотреть свой формат. И теперь мы проводим некоторые мероприятия и с онлайн-подключением. Опять всем стало лучше. Всем стало лучше, да, намного проще. И большой интерес у предприятий именно к обучающим семинарам. Программы школы экспорта РЭЦ, авторские семинары, где мы ищем интересных педагогов, преподавателей, тренеров, спикеров и приглашаем их с различными темами по внешнеэкономической деятельности. Вообще, вот какая помощь востребована больше всего? Поменялись ли, опять же, как-то интересы предпринимателей в 2020 году? Да, конечно. Очень большой интерес теперь к электронным торговым площадкам. Появились новые торговые площадки, как Лесной ресурс, Go for World Business. Есть узкоспециализированные площадки, только, например, для пищевой промышленности. Электронные площадки помогают предприятиям выйти на экспорт, найти новые рынки сбыта. Это одно направление. Второе направление – это сертификация. Много предприятий обратили их к нам за сертификацией, стали понимать, что необходима международная сертификация. В этом году впервые у нас была оказана услуга – это регистрация торговой марки за рубежом. И в этом году мы впервые отправили три наших предприятия на акселерационную программу «Сколково». Давайте теперь по порядку, по всем пройдемся по этим услугам. Например, вот международные торговые площадки. В этом году мы вывели уже, ну, в 20-м году мы вывели 15 предприятий на электронной торговой площадке. Конечно, учитывая специфику нашего региона, это в основном площадки, которые специализируются на деревообработке. Это «Фордак», «Лесной ресурс». В следующем году мы планируем выводить на «Go for World Business». Также это «Алибабан», «Ебэй». Ну, в основном это, конечно, площадки B2B сектора, когда бизнес продает бизнес. Мы финансируем 100% размещение на этой электронной площадке. И есть такие примеры, что предприятие разместило свою продукцию, например, на площадке «Лесной ресурс», и в течение месяца заключило крупный экспортный контракт. Причем это прорыв и для руководителей площадки. Конечно, это большой плюс нашей работы и работы нашего предпринимателя, которые смогли договориться, смогли произвести такую продукцию, что она востребована. То есть это место, где можно увидеть быстрый результат. Быстрый результат. Причем есть площадки, как я говорила уже, для различных отраслей. Есть площадки, например, для народных художественных промыслов, Etsy, eBay, где каждое предприятие может найти своего покупателя. Но это такая вещь, наверное, к которой надо быть готовым, потому что если ты попадаешь на такую площадку, у тебя появляется возможность заключения большого контракта, ты должен понимать, что эти объемы ты обеспечишь. Конечно, это основное условие. Либо у тебя единичный какой-то эксклюзивный товар, если мы говорим о народных художественных промыслах, либо нужно обладать объемами. Тут должны быть и производственные возможности, трудовые ресурсы. И обязательно должен быть человек, который мониторит, отслеживает запросы, чтобы страница твоего предприятия всегда была наверху, чтобы она не уходила вниз, и покупатели потенциально могли найти информацию о вашей продукции. В том году, по-моему, в 2019-м было где-то 2-3, по-моему, человека. Да, 3 предприятия. В этом году уже в 5 раз больше. В 2021 году, конечно же, эта тенденция сохранится. И я думаю, что порядка 20 предприятий мы снова выведем на электронную торговую площадку. То есть это опять о той же эволюции, да? Да. Потому что не было бы пандемии, возможно, работали бы по старинке. По поводу сертификации. Давайте просто вообще поясним, что это такое, для чего это нужно. Почему наше предприятие это делает? Наше предприятие узнает о том, какой нужен сертификат, конечно, от покупателя. И покупатель ему говорит, что для того, чтобы я у тебя купил, необходимо, чтобы продукция соответствовала тем либо иным нормам. И в соответствии с этим наше предприятие получает сертификат. То есть, по сути, без такого сертификата просто не попасть на... Ну, без этого сертификата, да, предприятие не может продавать за рубежом. И опять же, вот сколько человек смогли получить такие сертификаты? Я, насколько знаю, мы с вами уже не первый раз, да, в этой студии. Центр поддержки экспорта, он помогает, что при выходе на международные торговые площадки, что при получении сертификатов не только консультациями. Да, мы финансируем до 80% от стоимости сертификата. Это дорогостоящая процедура. До миллиона рублей мы можем профинансировать. И за 2020 год 18 предприятий обратились к нам за этой услугой. За счет экономии от выставок мы смогли профинансировать столько предприятий. Большее число. Дальше пойдем по услугам вашим. Поиск партнеров, экспертиза контрактов. Услуга по поиску потенциальных покупателей в этом году тоже себя хорошо проявила. Во-первых, когда предприятие обращается к нам за этой услугой, они должны понимать, конкурентная это продукция на конкретном рынке или нет. И подойти к формированию стоимости нужно очень серьезно, потому что у нас были примеры, когда предприятие к нам обращается, и у них очень высокая цена товара. Они думают, что они конкурентоспособны на рынке конкретно. Мы начинаем осуществлять поиск и понимаем, что с условием доставки из Кировской области никакой конкуренции речи не идет. Но есть и большие положительные моменты. Несколько предприятий заключили контракты. Например, предприятие по производству пилет. Мы полностью закрыли их объем нашими контрактами. Есть предприятия тоже из отрасли деревообработки, у которых появились новые покупатели в Италии. И учитывая, что есть спрос на их продукцию от российских производителей, покупатели в Италии закрыли их объемами. Предприятие не останавливается, не снижает объемы и больше начинает экспортировать. То есть из-за пандемии снизились объемы покупок, но за счет возросшего числа покупателей удалось удержаться на плаву. Правильно я понимаю? Да, появились новые покупатели, объемы производства сохранились. В этом году пришло очень много к нам новых предпринимателей. Мы ввели активную деятельность популяризации работы центра, чтобы как можно больше наших предпринимателей знали, что есть центр поддержки экспорта, какие услуги мы оказываем, что большинство услуг бесплатно для предпринимателей, и приходили новые, которые именно нуждались в поиске партнера. Они только начинают свой путь экспортера, и им требовалось и консультации, и экспертизы контрактов, переводы документации. Поэтому и вот тут был тоже большой объем работы. Ну и при этом есть возможность не тыкаться, как слепому котенку, а прийти в одно место, где тебе все расскажут, подскажут. И они получат комплекс услуг. Мы вместе составляем дорожную карту. Что нужно, чтобы начинать экспортировать? Если какие-то есть вопросы, мы оказываем консультации. Если уже иногда приходят предприниматели и говорят, у меня есть покупатель, но я никогда не экспортировал, что мне делать? То мы оказываем консультации по документационному таможенному оформлению документов. Мы говорим, что, например, ему намного легче сначала обратиться к таможенному представителю. Говорим, какие документы, когда нужно открывать паспорт сделки. Берем на проверку контракт. В основном, конечно, они двусторонние. Вторую часть переводим, сравниваем, чтобы они совпадали. Это очень важно, потому что бывает, что они не совпадают. И потом уже возникают проблемы, да. О переводах вы сказали. Переводы на любой практически язык. У вас какой-то штатный переводчик или вы в зависимости от языка находите кого-то? У нас есть штатный переводчик, который переводит на английский язык. Но мы обращаемся из специализированной организации, и они осуществляют перевод. Причём по требованию субъекта малого среднего предпринимательства мы можем заказать как простой перевод, так и перевод носителям языка. Зачастую это намного лучше. То есть, с какой бы просьбой к вам не пришли невероятные, вы найдёте того, кто сможет перевести? Конечно. А какие, например, были, не знаю, самые интересные запросы? Арабский язык, вьетнамский язык много переводили, испанский. Ещё вы сказали о школе Сколково. Давайте вот об этом подробнее расскажем, что это такое. Мы в этом году заключили соглашение с бизнес-школой Сколково, которая проводит обучающие мероприятия, акселерационные программы для наших предпринимателей. В 2020 году у нас три предпринимателя прошли эти обучающие модули, получили сертификаты, защитили свой проект. В этом году уже 13 заявок на участие в следующем обучающем мероприятии. Мы очень надеемся, что Сколково всех наших кандидатов одобрит, и мы такую большую команду наших кировских предприятий отправим на обучение. Но это говорит о том, что предприниматели готовы вкладываться в своё обучение, они готовы к новому, могут рассматривать различные интересные инструменты современные и развивать свой бизнес. Потому что обучение в школе Сколково даёт в первую очередь какие-то новые направления, новые идеи, тебе помогают составить программу развития конкретного продукта, и эксперты дают оценку, в правильном направлении ты движешься или нет. А какие-то новые виды услуг появились у вас, кроме сотрудничества со Сколково? Да, конечно. Впервые в этом году мы помогли предприятию зарегистрировать свою торговую марку за рубежом. Мы зарегистрировали торговые марки в Китае и в Европе. Но это необходимо также и защищает наши предприниматели от того, что кто-то недобросовестная третья сторона за рубежом, например, зарегистрировать вашу торговую марку, и вы просто не сможете реализовывать свою продукцию под своей торговой маркой. То есть это не обязательно, но это гарантирует безопасность. А вот те предприниматели, которые зарегистрировали эти торговые марки, они с какими-то проблемами столкнулись до этого? Или просто это уже большой бизнес, и они понимают, что без этого нельзя? Они не сталкивались с этой проблемой, но некоторые кировские предприятия сталкивались. Мы столкнулись с этим, когда собирались на выставку. Предприятия сами проверили свою торговую марку, и оказалось, что их дилер зарегистрировал её, и они даже не могли выставляться на выставке. Вообще настроения у экспортеров, они какие? Вышли на какую-то ровную дорожку или нет ещё той стабильности, и все в каком-то ожидании находятся в начале этого года? Ну я бы сказала, что это как прыжки в воду, что они прыгнули и уже выныривают. Конечно, они ещё не на поверхности, и нет полного покоя, стабильности, но это бизнес, этого не бывает никогда. Да, но сейчас новые условия, и наши предприятия, конечно, большие молодцы. Они подстроились под эти условия и работают. А у вас есть какое-то понимание, вот у центра, как вы будете в этом году работать? Это пока тот же формат, который был, допустим, во втором полугодии 2020 года, или уже что-то меняется, что-то где-то открывается? Мы сейчас ведём активные переговоры с Турцией и с Объединёнными Арабскими Эмиратами, потому что эти страны практически не закрывались, выставки идут. Нас активно приглашают уже в Арабские Эмираты на майские выставки. Некоторые центры поддержки экспорта планируют принять участие и в мартовских выставках в Объединённых Арабских Эмиратах. Поэтому мы, конечно, постоянно мониторим ситуацию, и если будет возможность, конечно, мы надеемся, что с мая, может быть, с летних месяцев, мы начнём посещать зарубежные страны, выставки. А сами предприниматели, они готовы, они рвутся, не боятся? Есть интерес, да? Конечно, все очень ждут. Все очень ждут выездных мероприятий, все очень ждут общения вживую со своими потенциальными покупателями. Кому-то уже есть необходимость встретиться со своими постоянными давними партнёрами. Это ведь тоже нужно о себе заявить, напомнить, встретиться. В прошлом году было мероприятие «Экспортер года», оно называлось. Выбирали лучших по итогам 2019-го. Вот будет ли в этом году такое мероприятие? В каком формате оно будет проходить? В этом году мы также планируем провести это мероприятие. С 18 января мы принимаем заявки от наших экспортеров. То есть как раз сейчас? Да, как раз сейчас мы принимаем заявки до 1 февраля. Мы ждём информацию от них и будем выбирать лучших экспортеров. Официальную часть мы планируем на 25 февраля, конечно, с соблюдением всех норм. Но мы надеемся, что мероприятие у нас пройдёт. Вручение наград лучшим экспортерам 2020 года. А как вы проводите отбор? Как это вообще всё происходит? Кто заявиться может? Любое предприятие, которое экспортировало в 2020 году. Причём не зависит от отрасли, не зависит от объёмов. Потому что у нас есть разные номинации. Номинации в зависимости от отрасли. Но также есть и прорыв года, есть спецноминации. Поэтому мы всех призываем к участию в нашем конкурсе. Это победа. Она зависит от объёмов продаж или от каких-то новых технологических решений? От всего. Победа зависит от всего. У нас очень много критериев, по которым мы оцениваем. Это и взаимодействие Центра поддержки экспорта, это наличие сертификатов, наличие сайта. Целый перечень критериев. Не обязательно самые большие объёмы, но наше решение могут повлиять и другие факторы. Заканчивается уже время наше. Но вот, может быть, ещё в целом несколько вопросов задам. Не так давно была пресс-конференция в Центре поддержки экспорта, где представители правительства Кировской области отметили, что, несмотря на все сложности, объём экспорта в этом году вырос. Вот за счёт чего это стало возможным? Возможно, вот кроме той самой эволюции, о которой мы уже много говорили. За счёт упорной, хорошей работы наших предпринимателей. Только за счёт этого стало возможно, что они не потеряли свои связи, они смогли переформатировать свою работу, приходили к нам за услугами, и мы совместно с ними не унывали и дальше работали. Только за счёт этого. А вот кроме упорной работы, что ещё гарантирует успех? Есть какие-то критерии? В 2020 году они поменялись, в 2021 году, может быть, они поменяются? Или качество товара, не знаю, низкая цена – это вот то, что всегда гарантирует успех? Качество товара, да, конечно, это 80% успеха, но нужно уметь презентовать свой товар и его продавать. Мы готовы помочь во всех аспектах деятельности нашего экспортера. Нужно совместно работать, нужно не унывать, быть мобильными и уметь подстраиваться под любые условия. Давайте напомним предпринимателям, куда можно к вам обратиться. Да, со всеми вопросами можно обратиться в Центр поддержки экспорта Кировской области на Динамовский проезд 4, офис 205, телефон 21-24-30. Вот на этом, наверное, и закончим нашу программу, Мария Александровна. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, что у нас в гостях был директор Центра поддержки экспорта Кировской области Мария Зеленцова. Хорошего дня всем слушателям, хорошего дня вам, Мария Александровна, и нашим экспортерам успехов на рынке. Да, спасибо, до свидания.